Дорогие друзья, всех приветствую! Ваши очередные любимые новости Таиланда. Поставьте сразу, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал, это смотивирует меня дальше снимать новости Таиланда. Фаранг купил резак и перекусил цепи, которые полиция повесила за неправильную парковку на колеса. Как говорится, хочешь избежать крупного штрафа, а в итоге заплатить придется еще больше. В ноябре откроется пятый мост тайско-лаосской дружбы. В Паттайе началось тестирование электрических Санктео. Паттайя получила от Тойота 12 полностью электрических Санктео, также называемых БАТ-автобусами, в целях превращения Паттайи в город, свободный от вредных выбросов. Из-за аномальной жаркой погоды погибло большое количество человек. По прогнозам синоптиков, столбики термометра в ближайшие дни могут подняться аж до 50 градусов. Власти призывают местных жителей и туристов соблюдать осторожность. Британский турист чуть не остался без крыши над головой на время своего отдыха. 30-летний Глен Парк забронировал номер на Самуи, заплатил вперед за 59 ночей 7000 фунтов стерлингов, примерно 807 тысяч рублей, но приехав на отдых, обнаружил, что его отеля просто не существует. На букинге ему предложили снять жилье в другой гостинице, доплатив еще 350 тысяч сверху, но пообещали компенсировать туристу часть денег за свои косяки. Индонезия не планирует вводить общенациональный туристический сбор. В списке лучшей страны мира, которые стоит посетить за всю свою жизнь, Таиланд занял первое место. На втором месте Греция, третья Индонезия, четвертая Португалия, пятая Шри-Ланка, шестое Южная Африка, седьмое Перу, восьмое Италия, девятая Индия и десятая Объединенные Арабские Эмираты. На центральном пляже Паттайи появились эко-урны для раздельного сбора мусора. Раздельный сбор мусора – это еще не основная задача. Главное, что урны помогут развить чувство коллективной ответственности за утилизацию отходов. То есть они демонстрируют, что только совместными усилиями мы сделаем мир чище и лучше. Прикрыли фермы для майнинга стоимостью в 500 млн. рублей. Общей сложности 652 машины для майнинга были изъяты киберполицией после проведения двух рейдов в провинциях Самуд и Радчабури. Майнеры биткоинов были обвинены в краже электроэнергии и нанесении ущерба управлению электроэнергетики на сумму более 5 млн. бат. Сезон дождей в Таиланде в этом году начнется на две недели позже, чем обычно. Молодой англичанин в состоянии наркотического опьянения протаранил припаркованные мотоциклы в ПТЕ. В результате инцидента пострадали 5 припаркованных мотоциклов. Прощание с широкофюзеляжными гигантами. Авиакомпания Тай Айрвейс объявила о продаже всего парка самолетов Боинг 747-400, что знаменует конец целой эпохи этих дальнемагистральных птиц. Утилизация самолетов, когда-то известных как Короли Неба, была связана с их старением. Тай Айрвейс передала свой последний самолет компании Систем на прошлой неделе. Власти Пхукета возбудили уголовное дело против 61-летнего израильтянина Зури Йозе в связи с незнакомым содержанием в неволе трех макак. Иностранец согласился на цену поездки в 400 бат, но по приезду заплатил всего 100. Таксист начал выражать недовольство, на что Фаранг полез его душить и что-то начал делать с ним руками. Паттайя и Пхукет могут пострадать от переизбытка туристов. Развитие туризма достигло максимального уровня. Об этом официально предупреждает Федерация тайских туристических ассоциаций. По их прогнозам в 2024 году количество иностранных туристов составит около 40 миллионов человек. Эффиксирован новый максимум потребления электроэнергии. Потребление электроэнергии достигло нового максимума в 36 699 мегаватт в понедельник в 21.00 вечера. Этот показатель является самым высоким за всю историю страны. В День труда отложили повышение зарплаты работягам. В 2027 году начнется строительство двух новых аэропортов. Это строительство международного аэропорта Андаман в провинции Пханга обойдется примерно в 75 миллиардов батов. И международный аэропорт Ланна, который будет строиться в провинции Лампхун стоимостью около 72 миллиардов бат. Перерезавший полицейскую блокировочную цепь россиянин задержан. Подозреваемый Герман, 37 лет, гражданин России. Наказание за перерезание полицейской мотоциклетной цепи в Таиланде чрезвычайно сурово, поскольку цепи считаются государственной собственностью. За нанесение ущерба государственной собственности грозит штраф до 500 тысяч батов и тюремное заключение сроком до 10 лет. Вот такие вот суровые законы в Таиланде. Американец в Паттайе раздает бесплатные мотоциклетные шлемы для детей. Иммиграционное управление на Пхукете задержало трех иностранцев с поддельными паспортами. В Таиланде обезьяны ограбили автомобиль, который перевозил апельсины. В субботу в Бангкоке раздадут 10 тонн бесплатных дурианов. Премьер-министром Таиланда утвержден приказ Министерства внутренних дел Таиланда от 23 апреля 2024 года об изменении в качестве временной меры в одностороннем порядке срока безвизового пребывания граждан России на территории Королевства в период с 1 мая по 31 октября 2024 года. В течение указанного периода при пересечении границы россияне, пребывающие в Таиланд с туристической целью, будут иметь право выбора между 30-дневным и 60-дневным безвизовым штампом. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ожидайте ваших любимых новых новостей из Таиланда. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения.